После военные годы запомнились советским гражданам небывалым разгулом преступности. Разруха, дефицит и доступность оружия сделали свое дело. Одним из самых неблагополучных в криминальном смысле городов в те годы стала Одесса, где бандиты превратились буквально во вторую власть. Волею судьбы освободителем города от преступности стал маршал Георгий Жуков, впавший в немилость Сталина и отправленный командовать Одесским военным округом. Маршал Победы разобрался с одесскими ворами в законе по-военному жестко и в короткие сроки. В городе только и говорили о том, как одеты в штатские офицеры расстреливают бандитов без суда и следствия. Эта операция получила название «Маскарад». И пускай историки до сих пор спорят о правдивости некоторых эпизодов, факт остается фактом. Криминал в Одессе Жуков победил. Интересный момент. О полуторагодичном одесском периоде жизни Жукова не осталось практически никаких документов. В своих воспоминаниях и размышлениях маршал также ничего об этом не писал. Все, что произошло в Одессе в те дни, известно от сотрудников уголовного розыска и, в общем-то, от самих бандитов. В мае 1946 года в Москве проходит совместное заседание Полетбюро и Высшего военного совета. Жукова вменяет незаконное присвоение вывезенных трофеев из Германии и раздувание своих заслуг в деле о разгроме вермахта. Накануне вечером на дачу маршала явились с обыском. И еще раньше на совещании военных, куда Жукова не пригласили, были оглашены полученные под пытками показания маршала авиации Новикова. Якобы Жуков называл Иосифа Сталина «штафиркой», который в годы войны старался держаться подальше от передовой. С осуждением маршала выступили многие видные военачальники. На заседании Высшего военного совета с участием всех маршалов Советского Союза вновь были зачитаны показания Новикова и генерал-лейтенанта Константина Телегина. Суть их была однозначна. Маршал Жуков возглавляет заговор с целью осуществления в стране военного переворота. Выступившие с речью члены Полетбюро Георгий Маленков и Вячеслав Молотов стремились убедить присутствующих в виновности маршала Победы. Взявшие следом за ними слово маршала Иван Конев, Александр Василевский и Константин Рокоссовский осторожно высказались против версии о том, что Жуков может быть заговорщиком. Более резко в его защиту выступил маршал бронетанковых войск Павел Рыбалко. На просьбу Сталина объяснить выдвинутые обвинения Жуков заметил, что ему не в чем оправдываться и категорически отверг свою причастность к заговору. Оценив реакцию военных, Сталин не стал выписывать маршалу суровое наказание. «А все-таки вам, товарищ Жуков, придется на некоторое время покинуть Москву», – заключил он. Есть мнение, что, отправляя маршала в почетную ссылку, глава советского правительства избавился от опасного и весьма популярного в армии и обществе конкурента. 9 июня 1946 года Жуков был снят с поста командующего сухопутными войсками и вступил в должность командующего войсками Одесского военного округа. Это было существенное понижение. Тем не менее, дальнейшие события показали, что Жуков не считал себя отработанным материалом и не пал духом, а напротив, приступил к энергичной работе в Одессе. В Одессу Жуков приехал в июне 1946 года. С собой он привез все свое имущество, включая два личных автомобиля. Один из них был трофейный Mercedes-Benz. Ходили слухи, что в свое время эта машина принадлежала Йозефу Геббельсу. В первый же день пребывания в Одессе Мерседес угнали. Он был припаркован у здания Одесского военного округа. Угон произошел прямо в тот момент, когда будущий начальник этого войскового соединения проводил свое первое совещание. Буквально на следующий же день автомобиль вернули на прежнее место с приложенной запиской. Воры очень извинялись, мол, не знали, что это автомобиль легендарного советского военачальника. Советские историки утверждают, что одесские бандиты лукавили, извиняясь за незнание принадлежности Мерседеса. Скорее всего, одесские воры в законе таким способом сразу давали понять, кто в городе хозяин. В последующем законники сильно пожалеют о своей самоуверенности. В разрушенной войной Одессе, которую называли воровской столицей Советского Союза, на тот момент орудовало множество банд. А у обескровленной Великой Отечественной войной милиции не хватало сил бороться с волной криминала. В послевоенной Одессе была катастрофическая нехватка еды. За одну буханку хлеба на рынке можно было выручить 100 рублей. По тем временам это месячная зарплата портового рабочего. Сыграла свою роль и доступность оружия в послевоенных городах. Известно множество случаев, когда преступниками становились бывшие фронтовики, которые так и не сумели найти себя в мирной жизни. Шли в криминал и те, кто в военные годы помогал немцам. Они понимали, что в противном случае их ждет суд и лагеря. Одесские бандиты грабили фабрики, склады и магазины. Со временем их жертвами все чаще становились простые граждане. Налетчики отнимали у одесситов самое ценное – продуктовые карточки и еду, обрекая своих жертв на голод, а порой и на смерть. На дело обычно шли с наступлением темноты и зачастую совершали за ночь по 80 нападений. Дошло до того, что к вечеру улицы Одессы пустели, горожане не хотели рисковать и сидели дома. Конечно, одесситы жаловались на происходящее во все инстанции, но 70 сотрудников городской милиции были попросту не в силах противостоять сотням бандитов. К слову, самая дурная слава в те годы была у одесских катакомб – знаменитого городского лабиринта, возникшего на месте старых каменоломен. Городской криминал облюбовал его в качестве своего логова, и даже милиционеры не рисковали наведываться туда без особой надобности. К моменту прибытия Жукова в Одессу там действовали сразу несколько крупных банд, в том числе одесский Тарзан, Додж-3-4 и пресловутая Черная кошка. Оценив ситуацию в городе, Жуков устроил местным начальником формен разнос и потребовал очистить Одессу от бандитов в кратчайшие сроки. Очевидцы этих событий вспоминают, что маршал отчитывал даже партийное руководство города и области. Формально сотрудники обкома и горкома не подчинялись командованию военного округа, но авторитет Жукова даже после понижения в должности был столь велик, что перечить ему никто не решался. Самая известная и неоднозначная операция по борьбе с преступностью в Одессе стала та, что получила в народе название «Маскарад». Поговаривают, что Жуков спланировал ее лично. О подготовке и проведении, инициированной руководителем Одесского военного округа операции «Маскарад» нет информации ни в одном архиве, как говорил Георгий Жуков-младший, внук маршала. По линии контрразведки была обеспечена ее полная секретность. В операции участвовали около 150 самых опытных фронтовых офицеров-контрразведчиков, как мужчин, так и женщин, переодетых в гражданскую одежду. Все они в совершенстве владели огнестрельным и холодным оружием. Использовался метод ловли на живца. Чтобы восстановить порядок в городе, Жуков разрешил действовать против бандитов и их же методами, неограниченным насилием. Служащие и контрразведчики, переодевшись в дорогие трофейные костюмы, выходили по ночам на улице и отстреливали преступников. Обычно офицеры выходили парами. Мужчина и девушка в шикарных костюмах выглядели, как обычные припозднившиеся прохожие и явно при деньгах. Причем ходили они по самым темным закоулкам Одессы. Идеальные жертвы для бандитов. Некоторые исследователи этого исторического факта повествуют, что в ходе засекреченной операции замаскированные под гражданских офицера Жукова открывали огонь на поражение в каждого подозрительного человека без суда и разбирательств. Якобы задержания и аресты только усложняли дело. Ликвидация на месте была удобнее. Обезвреженных на месте бандитов с целью устрашения местных воров специально подолгу не убирали с улиц. Помимо этого, милиционеры прочесывали катакомбы подземного комплекса бывших каменоломен, где укрывались бандиты. Блатным практически нечего было противопоставить людям Жукова, так как огневое преимущество было на стороне милиции и военных. Ликвидаторы начинали стрелять, не дожидаясь нападения. Мелкие преступники даже не догадывались о способе борьбы, выбранном властями и десятками полегли от пуль. Только за первые три дня маскарада количество уничтоженных бандитов составило 180 человек. Единственные, кто мог догадываться о происходящем, были координирующие деятельность преступников воров в законе и главари крупных банд. Но и с ними было покончено чисто из-за предательства подельников. Операция «Маскарад» дала удивительные результаты. Уровень преступности при Жукове упал до показателей 1940 года. В городе остались преимущественно карманники и домушники. На воровском сходнике законники приняли решение переместиться из Одессы в другую криминальную столицу – Ростов. Некоторые историки утверждают, что преступный мир города организовал на Георгия Жукова несколько покушений в отместку за его беспощадную войну с бандитизмом и якобы маршалу даже пришлось обзавестись усиленной охраной. Что же касается истории с уничными расстрелами бандитов, то на этот счет мнения историков и ветеранов расходятся. Суровые времена, сложные обстоятельства и даже личные указания Жукова не отменяют противозаконности таких бессудных расстрелов даже в отношении самых опасных преступников. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что в архивах органов внутренних дел не осталось никаких упоминаний об Одесском «Маскараде» или эти данные до сих пор хранятся под грифом «Секретно». «Маскараде»